Мы в субботу встречались, обсуждали текущую ситуацию дел в сельском хозяйстве и обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства в сегодняшней ситуации. Но сейчас есть необходимость поговорить по стабильному функционированию, работе отраслей промышленности. Мы обсудим, как повлияли события прошлого года, текущая ситуация на работу нашей промышленности, какие шаги необходимо предпринять из тех, что мы, конечно, можем предпринять для того, чтобы поддержать рост. В 2014 году, несмотря на довольно плохую конъюнктуру, многие предприятия сумели сохранить позитивную динамику, несмотря на весь набор известных обстоятельств. В этом году нужно будет оказать помощь тем, кто рассчитывает сохранить или расширить выпуск продукции, естественно, перестроить или создать новые производства для тех, кто выходит на новые сегменты рынка. Мы проработаем шаги, необходимые для развития импортозамещения. Собственно, здесь уже план понятен. Актуализируем ряд принятых ранее решений, исходя из сложившейся ситуации. Антикризисные меры, ориентированные на стимулирование спроса конкурентной продукции, на сохранение объемов производства, на смягчение наиболее острых проблем в промышленности, естественно, тоже подготовлены. Обсудим сегодня. До конца первого полугодия нужно утвердить будет планы по импортозамещению, окончательные. Часть мер, как я уже сказал, повторю, мы уже осуществляем. Они касаются фармацевтики, машиностроения частично агропромышленного сектора, оборонно-промышленного сектора. В ряде случаев нам предстоит найти довольно непростые, я бы сказал бы, нестандартные решения по поводу того, что делать, с учётом того, что планы будут учитывать все обстоятельства, включая те ограничения, которые существуют извне. Сегодня обсудим также, какие отечественные технологические разработки помогли бы укрепить рост промышленного производства, сэкономить ресурсы, по возможности снижая негативное влияние на окружающую среду. Напомню, что в прошлом году мы утвердили программу внедрения наилучших доступных технологий по отдельным видам производства, разработаны справочники необходимые. В рамках этой работы нужно ориентироваться не только на уже созданные за рубежом технологические проекты, но, конечно, и наши отечественные разработки должны вовлекаться в работу, нужно стимулировать их внедрение на российских производствах. Возможности в целом у нас достаточно, несмотря на существующие ограничения как по развитию собственной производственной базы, так и по поддержке экспорта высокотехнологичных товаров. Будем применять механизм проектного финансирования, будем использовать фонд разбития промышленности, естественно, будем использовать возможности государственных закупок и другие инструменты поддержки производства и экспорта. Также нужно приложить усилия к диверсификации рынков сбыта наших товаров. Постепенно развивается экспортная инфраструктура на российском Дальнем Востоке, несмотря на то, что, конечно, европейское направление остается очень важным. Тем не менее, нужно предпринять усилия для расширения торгово-экономического сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки. На страны АТС, как известно, у нас приходится более четверти российского торгового оборота. Ну и, конечно, нам нужно еще раз взвесить те преимущества, которые предоставляет этот рынок, его возможности, ну и его ограничители тоже.